1 июля в России пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. На наши вопросы, чем обусловлена необходимость внесения изменений в основной закон страны, какие, в частности, поправки вносятся в Конституцию, роли места общероссийского голосования, а отвечает городской прокурор Владимир Худалеев. Если у вас появились новые вопросы, на которые вы хотели бы получить ответ, или более развернутое разъяснение, пишите нам на электронную почту, в нашу группу ВКонтакте или Одноклассники. Оставляйте вопросы на сайте. Так, ну, Владимир Алексеевич, значит, 1 июля у нас пройдет общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Чем обусловлена необходимость внесения изменений в основной закон? Ну, конечно, Конституция у нас принималась в далеком 93-м году, когда стало другое государство. Молодое и новое государство, российское демократическое общество стало формироваться. Прошло с этого периода уже много времени. И, ну, изменения в Конституцию, конечно, возникли в связи с тем, что изменить социально-экономические ситуации, политическая ситуация в стране изменилась. Россия стала более крепким, скажем там, и в экономическом, и в политическом смысле выносливым государством. И я думаю, что вот эти изменения, которые на сегодняшний день будут приниматься, да, рассматриваться для принятия, они Россию должны сделать лучше, сильнее каким-то образом, да, если соответствуют именно нынешним реалиям и изменениям в стране. Ну, у нас более 30 поправок в Конституции, да, то есть, соответственно, ну, прежде всего, конечно, основная из главных поправок, это первая поправка о недопустимости отчуждения территорий. Потому что, конечно, у России есть споры с определенными государствами, да, и, наверное, может быть, кто-то рассматривает какие-то варианты, действительно, так скажем, покуситься на наши земли. Поэтому вот принятие такой поправки, я думаю, что это немаловажно. Но то, что Россия правоприемник СССР, да, на мировом, скажем там, политическом поле, это тоже немаловажно, очень много поправок, которые, я думаю, что пригодятся, так скажем, нам в будущем, в обозримом будущем именно на долгие поколения вперед. Эти внесения, изменения вот этих поправок, я думаю, что делает более прозрачным назначение и изменения, да, вот ключевых должностных лиц, органов государственного управления. И более демократично, я думаю, что это будет происходить и более прозрачно. А вот скажите, роль общероссийского голосования, все-таки она, насколько она важна, на Ваш взгляд? Я считаю, что она очень важна, потому что президент, в принципе, правильно сказал, что народ должен высказаться, именно должен высказаться народ о необходимости внесения этих поправок в Конституцию. И я думаю, что долг каждого российского гражданина 1 июля прийти и, скажем, выразить свое мнение о необходимости внесения изменений в Конституцию. Ну да, это укрепит, наверное, позиции власти, да, покажет, что страна единое государство, потому что, на самом деле, вот мы сильны своим вот таким единым духом. А вот как еще вот, может быть, сказать о том, что, на самом деле, вот в жизни некоторых вот поколений, или некоторого поколения, это вообще, по-моему, единственная возможность, такое случается. Это же историческое событие, да? Такое, может быть, случается вот один раз в жизни. И вот это вот осознать вот это вот, свою причастность к тому, что ты тоже голосовал, это твоя Конституция. Вот как-то вот есть такое настроение? Ну, лично у меня есть, я обязательно, конечно, пойду и отдам свой голос, то есть я проголосую. Я говорю, за каждого гражданина сказать невозможно, но я думаю, что основная масса у нас людей сознательных, и они выскажут свое мнение. Поправки Конституции, они носят декларативный характер, то есть это основное, то, к чему мы должны стремиться и что мы должны исполнять. Даже если это где-то и прописано в законах, это, скажем так, это не говорит о том, что мы не можем это еще декларировать и в Конституции Российской Федерации, потому что Конституция это основа основ. Если, например, мы, скажем, минимальном разметии оплаты труда, индексации пенсии, эту поправку внесли, так уже никаким федеральным законом мы это изменить не можем. Если мы, например, внесли в Конституцию то, что чиновники не могут иметь нестранное гражданство и счета за рубежом, то никаким федеральным законом мы это уже изменить не можем. Вот смысл-то в чем. Основа, конечно, которую каждый гражданин Российской Федерации должен знать, хотя бы в общих чертах. Ну да, если человек знает закон, он может, наверное, и ему проще отстоять свои права. То есть если он пойдет праведным путем, то Конституция ему в этом, в общем-то, поможет. Продолжение следует...